Что касается вопроса по Струнину? О которых говорили сегодня жители. Общая сумма денег выделена 68 миллионов. Сейчас это все на торгах. Инициативная группа встречалась с директором департамента, с Кирюхиным. Он им рассказывал. И дальше будем рассказывать. Инициативно информировать людей, что будет сделано. Конечно, больница и поликлиника 1929 года очень старая. Не ремонтировать ее нельзя. Это опасно уже. Перенос, кстати, обсудили с депутатами совета Струнина, что это будет третий этаж. Но это временно, зато она будет отремонтирована. Я так понимаю, что сегодня еще речь шла об узких специалистах, поэтому усилим медицинскими центрами. Ну а в целом будем разрабатывать, как я сказала Владимиру Владимировичу, проектно-смертную документацию. И если он еще поручил Веронике Игоревне, я думаю, что мы эту тему осилим, чтобы построить Струнину новую поликлинику. Вот эти ремонты были запланированы и выделены деньги, были под них уже, ну так скажем, номинально выделены уже в 2017 году. Поэтому в этом году, в принципе, ничего не произошло. Вот изменение какого-то. Это все было уже запланировано. Вы знаете, больницу мы приняли Струнинскую в состав Александровского района в 2015 году. Вот в таком виде, как она есть. Вы сейчас видите, ни одно отделение за это время не закрыто. Все отделения работают в полном режиме, оказывают медицинскую помощь в тех режимах, как им предназначено. В 2016 году мы начали планировать, в виде положения такой больницы, начали планировать ремонты. В 2017 году составили сметы. Благодаря департаменту мы их утвердили. Разыграли в этом году уже часть ремонтов. Сейчас, в первую очередь, в июне начнется ремонт кожного отделения, капитальный. Ну, на это время придется, конечно, отделение само закрыть, чтобы не подвергать риску ни пациентов, ни медработников. Вот, в этом году планируется его завершение. Мы, может, вас приглашаем посмотреть, что получится. Будет хороший ремонт полностью, со сменой всех коммуникаций. Также в этом году планируется частичный ремонт неврологического отделения. Под ремонт уже запланирован терапевтический корпус трехэтажный. Также решается вопрос о строительстве новой поликлиники. Здесь, именно в больничном городке, вот мы стоим рядом с местом, которое будет, которое же выделено для строительства поликлиники. В этом году отделение скорой помощи мы переместили в новое отремонтированное здание, которое находится сзади меня в хорошие комфортные условия. Здесь все коммуникации, горячая вода. Это было сделано в соответствии с планом областным по обслуживанию пациентов по системе 112. Подведен уже кабель, установлено программное оборудование на компьютеры, и вся эта система уже работает. Мы вошли сейчас в единую диспетчерскую сеть района, и по прямой связи с едино-диспетчерской службой принимаем вызовы. У здания поликлиники детской у нас находится в центре города Струнино. На сегодняшний день там отремонтирована крыша, и вообще ведутся плановые работы. Будет полностью отремонтировано все здание вместе с кабинетами, и заменена часть оборудования. На это время мы предложили перевести эти кабинеты детские в здание больницы Струнинской. На сегодняшний момент не прерван прием граждан и населения, и детского населения именно в поликлинике. До тех пор, пока мы не сделаем эти кабинеты, дети будут приниматься в поликлинике, которая сейчас работает в Струнино. И вообще идет плановый ремонт. Также с Кирюхиным, с департаментом здравоохранения, мы обсуждали строительство новой поликлиники, именно взрослой и детской, на территории больничного городка, чтобы была доступность населения, чтобы не возить на рентген с поликлиники или сюда куда-либо. То есть идет все в плане, в плане работы все стоит. Ситуация эта контролируется уже в течение года. В начале года уже было определено финансирование, заложены деньги, было подписано постановление губернатора, деньги уже, уже проторгована часть ремонтов. То есть это планово ведется работа уже не первый год. Деньги областные, значит, на строительство поликлиники было заложено порядка 240 миллионов рублей, на ремонт больницы в целом порядка 60 миллионов рублей. Что касается строительства новой поликлиники, то, значит, место уже определено здесь, да, и проект привязывается к местности. Хирургическое отделение здесь уже нету лет 30 или 40. Род дома здесь нету тоже лет 40 как минимум, да, остальные все отделения работают.